Мы слышим один ответ. Все так живут. То есть местному населению тоже негде жить, тоже люди снимают квартиру на одну зарплату, тоже маленькие дети. То есть мы слышим такие ответы, что местные люди живут так же. Беженцы из Украины живут в Казани уже больше года. Эти семьи оказались в России практически без вещей. Среди них есть матери-одиночки с маленькими детьми, которых еще не берут в детский сад, но уже предлагают освободить помещение, предоставленное государству. Вот к нам пришли второго числа, сказали, пятого на выселение. Ну как бы два дня дали на выселение. Идти мне с ней некуда. Спасибо нашему директору, что он меня оставил. Эльвира Пополитова живет в Авдеевке. Город не попадает в список федеральной миграционной службы на автоматическое продление статуса временного переселенца. Но еще нужна прописка. Без прописки дети переселенцев лишаются права ходить в садик и школу, а также медицинского обслуживания. Некоторые уже пакуют чемоданы. Ну вот мы собираемся назад. Почему? Завтра. Ну потому что, во-первых, у меня сын с ребенком, с мною, с нами, сказали, что только остаются матери-одиночки, и то не все. И как бы, получается, разбивают семью. В самой Казани есть волонтеры, которые собирают беженцам вещи и помогают в поиске работы. Но настроения в городе разные. Государство должно, конечно, помогать, но не бесконечно. То есть если вы говорите, что они здесь год жили и за год ничего не смогли сделать, ну мне кажется, года более чем достаточно. Я считаю, что государство не должно бесконечно помогать беженцам. Они за целый год могли себе найти работу. Собак даже защищаем, а тут люди, которых жить негде, как можно их выкидывать? И они считают, что это, ну, правильно. Тем временем российское правительство готовит постановление о продлении пребывания вынужденных переселенцев. Пока непонятно, будет ли оно готово до окончательной даты выселения. Чулпан Абдулина, Тимур Олевский. Настоящее время. Тимур Олевский. Настоящее время.